всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь ребята если не решил заняться своим маленькими адениумами которые у меня год год назад приходила ко мне вот такая вот девочка бантиком и вот такие еще две классные девочки вот эти две мы сами сегодня пересадим потому что вот эти вот посадки мне уже давно не нравятся и кашпу эти занимают на самом деле очень много места больше к ним никаких претензий нет это такие кашпу фиалочные посадки все есть у меня конечно на канале видите нужно в общем пересадить освежить все это мы с вами сделаем девочка с бантиком я вам так скажу посадка мне нравится мне нравится это кашпу это лагуна на 650 или пол на 600 где-то вот так вот она идет да мне нравится кашпу и мне нравится эта посадка единственное что у нее я давно не поливаю этот адениум сверху потому что как вы видите грунт уже приподнялся вот поэтому я вот так вот делаю приподнимаю налива кстати налила сюда воды буквально но полчаса назад ведь ее нет то есть корневая уже все подтянула выпила нижний полив лады не умов если что делайте но только если у вас теплые полы теплые полы теплые коврики либо у вас теплая полочка сама по себе когда полочка на полочке на каждой из них есть лампа лампу в любом случае уже подогревает эту полочку поэтому она стоит у меня не на подоконнике они состоят у меня в кубе спальне там где у меня и стоят все эти растения поэтому там да в принципе не везде тепло так вот что хотела сказать я сегодня на кухне обосновалась поэтому знаете разговариваю глянула на часы вспомнила что у меня котлеты готовы нужно выключить так вот и пересаживать мы не будем обычно с такими адениумом я что делаю я просто убираю верхний слой и заменяю его чем-нибудь ну допустим сейчас я это сделаю просто чисто или чудо и так давайте сейчас я таким вот образом сейчас сделаю я только этим вот она люди бы готовилась вроде бы все принесла то есть не обязательно пересаживать можно просто верхний слой заменить хотя он конечно здесь у меня это лечу за перенежку сейчас просто лечу зубом сверху камушки сделаем и сделаем таким образом чтобы смотрите не ну тут реально есть на что посмотреть я думаю что когда я ее все-таки буду пересаживать пересаживать не знаю пока она горшок не разрывает эта девочка как только начнет горшок разорвать то там с вами и пересадим внизу там нет столько корней как допустим и сейчас с вами на будем пересаживать так вот смотрите таким вот образом не на красотка красотка изначально покупала я ее очень красивый поэтому сейчас тряпочка как удобненько все-таки на кухне все всегда рукой абсолютно очистим берем ну на кухне еще можно слышать шурум-бурум от соседа сосед что как-то активировался со вчерашнего вечера и теперь маленько подцепим лечу за и с богом еще стоит подольше так насыпать много не буду знаете так чисто подсыпать вот вот таким вот образом красотка получилась вот так и тут даже можно будет поливать сверху я думаю что больше так валяться через край конечно у нее не будет ведь и бортики стали чуть-чуть повыше получается у нее на вот таким вот образом заменили красотка так ну вы уже поняли да вот в такие вот кашпо я хочу посадить свои адениумы у меня таких два очкарика есть свободных почему бы и не посадить так начнем вот этой вот красавицы ну вообще меня этот адениум очень сильно радует потому что он у меня цвел два раза вообще мне нравится расцветка вот этот конечно не очень радует потому что он у меня вытянулся нормально ни разу не процвел вот и я делала обрезку думала все-таки пойдет два нет два не пошло он так в одну меня ведь и идет вот так снова обрезкой снова в одну сейчас мы с вами его пересадим и где-то недели через две я сделаю ему обрезку снова то есть буду обрезать знаете как скорее всего и буду обрезать сейчас скажу здесь подрастет вот этот вот черенок да вот этот вот самый я его в отрежу вот и сейчас уберу тиснюю и листочки листа падет видимо не знаю главное здесь и макушка растущая старые листики все поскидывала раз и скинула хотя я думаю даже знаю почему потому что ремонт был я их таскала туда-сюда возможно на балконе стояли в холоде поэтому она потом у меня вот так вот стресса ну а так вот я хочу значит отрезать вот этот черенок и привить вот сюда вот сюда видите нет не видите вот сюда хочу его привить то есть чтобы у меня была одна веточка и здесь была 2 но для этого мне нужно чтобы вот это подросла чуть-чуть поэтому мы сейчас пересадим дадим время и подрасти и потом я сделаю сюда ну вклюнись сюда и все будет как бы у меня разветвление из двух а веточек так что сейчас нужно только единственно пересадить и теперь давайте приступим я надеюсь что я эти корешки повреждать не хотелось бы кашпо придется мне все таки отрезать эти корни они напитая так поэтому конечно же поливать я не буду а ножницы я не принесла я просто не думаю что мне четыре раза пройдет сейчас бегаю за ножницами так не придется нам придется не отрезать к сожалению делаешь слушайте ну она этот адениум даже большеват будет и для скажем так очкариков смотрите сами хотя если надолго надолго и уменьшить пеностеклом да в принципе можно почему нет давайте вторую достанем посмотрим что там у нас со второй ладно 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 сразу же у нас на помывку пойдет тут корней конечно еще больше ведь какая мочалка тут так что с этим адениумом мне придется потом повозиться формировать таки у него верхушечку смотрите какой симпатичный ну понятно что они у меня все напитые абсолютно все потому что они сидели ну грубо говоря не сидели на мокрых ножках хотя я давала им простушку давала все сюда однозначно пойдет сейчас я тогда сбегаю за пеностеклом потому что я его не подготовила и мы с вами будем делать посадку так ну что ребят приступим свои адениумы я не мою корневую я им не мою вот видите вот так хочу я его наверное чуть-чуть можно заглубить потому что каудекс что-то как-то плоховатенько растет поэтому я думаю что нужно заглубить поэтому добавлю немного буквально тут знаете не знаю сути нет какого-то там на буду использовать особый универсальный грунт кокос с минералочкой вот так вот тоже немного насыпать осмокот формула для цветения потому что мои адениумы цветут а этот у меня не цивиол а я хочу выяснить как цветет таблеточки глиоклодина все на кладу ну вы должны понимать что эти таблеточки работают всего лишь месяц ну этот месяц на эти самые важные так думаю после пересадок после всего этого да вот это важно растение может быть захочет пострессовать на пересадки там корешки и что-нибудь там обновляют корешки еще что-то и в помощи мы приобретаем конечно же чтобы все-таки была хорошая среда давно я на них посматривала ребят ну год посадкам в любом случае нужно было что-то менять я хочу в дальнейшем когда буду покупать себе адениумы я буду покупать вот такие вот себе экземплярчики вот именно вот такого размера и разгонять я их не буду то есть я буду их держать вот в таком вот виде кстати сейчас мы с вами сделаем пересадку еще одного там прям давно пищит только сейчас про него вспомнила уж коли мы с вами занимаемся адениумами сегодня малышами давайте-ка сегодня пересадим еще один еще одного малыша прям очень нужно его пересадить он приходил ко мне от людмилы канал у вас миссис смит она мне подарила его сидит он у меня в слонике я думаю вы знаете и помните его так вот он у меня пересыхает со страшной силой я правда этим то придумала во что я посажу на какие у нее будут посадки я имею ввиду кашпо там я еще не придумала но мы с вами сейчас вместе придумаем смотрите какой у меня получился очкарик 1 теперь давайте со старым разберемся так а тут даже не нужно но мое личное мнение туда же не нужно пеностекла ну потому что хорошая корневая поэтому я насыплю свежий грудь также добавлю все составляющие у меня кстати сегодня посылка ребят прям такой спойлер спойлер вам у нас сегодня с вами посылка как я ее жду как я ее жду там у меня два растения эти растения я очень давно хотела я их хотела сейчас не соврать бы года два года два я на них смотрела и не потому что они жутко дорогие хотя да растение действительно не дешевые вот и и вы поймете знающие поймут сейчас когда я буду распаковывать посылку что это действительно не дешевые растения ну как то знаете они постоянно были у меня в хотелках и все и тут я взяла я купила и все думаю так над сколько уже можно думать покупка была поэтому понимаете да что она была не спонтанная это было просто взвешенное решение которое длилось у меня даже не один год и такое тоже бывает так прям можно вот так вот побольше так я думаю самого грунта мягкого достаточно сейчас я добавлю остальное наверное лечу а грунта видели что немного на самом деле то у нее было грунта по сути эти адениумы у меня были как бы на фитиле только фитиль был у них из их же корней все остальное добавляем к лечу вот таким вот образом так ну что малышка давай подрастай подрастай и мы тебе будем делать прививочку будешь ты у меня прям такая мудная но явно не в эту одну палочку еще раз повторюсь да то есть сейчас подрастет вот этот вот череночек вот этот вот я его срежу здесь и привью вот сюда то есть здесь делаю клин и поставлю здесь вторую вот таким образом здесь будет у меня потом такая работа с этим адениумом поливать я их не буду сейчас я их уберу и сбегаю за третьим помните да вот он вот красавчик вот он ну в общем он у меня пересыхает и еще знаете он даже сейчас весь сухой и еще знаете я его уже стригла ну если кто-то не понимает в адениумах но все равно смотрит это видео это мини адениумы то есть они по сути огромными и не будут никогда то есть это маленькие барашки посмотрите какой он классный ну просто невероятно барашков нужно постригать то есть вот эти вот листочки то есть их нужно ну прям вот бывает просто берешь их и обстригаешь практически полностью именно листочки чтобы они там потом новые росли друг другу не мешали так что я его уже стригла и не раз этим прям нужно заниматься вот конечно таким вот образом по такому керамическому слонике он у меня жил и мне это очень нравилось но к сожалению нужно пересаживать все равно нужно пересадить то есть он как от Людмила тогда пришел так я его не трогала это ее посадка это ее стаканчик вот придется это у нас 100 миллилитров по-моему да стаканчик хочу дать я креманочку я уже ходила ходила смотрела смотрела вот видите корневая классная то есть она вот так вот все полностью оплела знаете отряхивать я наверное не буду обычная креманочка на 350 то есть вот таким вот образом видите я хочу ему увеличить хочу дам я ему прозрачное чтобы также наблюдать да за его корневой как он там чего у меня вот единственное что задекорировать вот хорошо вот эти вот сами по себе креманочки на 350 ну есть чем декорировать много что можно придумать вот у меня что-то много таблеток накинула на такую посадку то одной вообще вполне достаточно вот сюда так одной вполне достаточно да ну и также осмокот потому что ну я думаю что питания у него там давно не было а я не всегда ну то есть их не всегда добавляю хотя адениумов можно кормить вообще в каждый полив вы их точно никогда не перекормите это те самые товарищи которые любят покушать если конечно они у вас не в спячке там не не находятся ни в какой еще что-нибудь такого ну то есть по-разному люди выращивают свои адениумы вот мы кстати тут в телеграм канале обсуждали по поводу условий по поводу выращивания и так далее и так далее то есть все это дело потому что девчонки задают вопросы ну они в принципе так и пишут что они новички они новички они не понимают они вот взяли семена они посадили вот и показывают свои семена и ну точнее сеянцы спрашивают нормально не нормально вот ну когда совсем не нормально то есть я пишу но в основном я хочу да выяснить по поводу условий вот и я всегда ориентируюсь ребят на свой опыт я хочу прямо это подчеркнуть я никому его не навязываю абсолютно никому вот и с какой скоростью и как могут расти сеянцы да то есть которые вы посеяли как это может быть если допустим вот такие-то 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 условия вы можете все это посмотреть зайдя в марафон то есть у меня есть подборка называется марафон с оазис и мы с Людмилой тогда вообще это был посев семян которым по-моему 3 или 4 года было семена у нее лежали и мы все это дело высеивали с ней одновременно так что ребят если кому-то интересно зайдите посмотрите ну просто когда я пишу про то что если вы хотите действительно результат с адениумами действительно вы его хотите то есть огромные одениумы шикарные там попы там вот чего я в принципе могла добиться спокойно за год ну если первый мой одениум у меня пытался зацвести в 4 месяца то есть через 4 месяца когда я посеяла семечка у меня пытался зацвести мой первый одениум и если бы тогда на них не напал паутинный клещ и пошли обработки он бы у меня процвел понимаете да то есть это было это был шикарный сеяниц с большим большим потенциалом ну почему был он и есть я про что говорю про то что если есть какие то вопросы и вам интересно пройдите посмотрите да какие условия нужны для того чтобы добиваться вот таких вот результатов вот кто-то пишет что ну вообще ничего не делают то есть адениум как сорняки вот и не условия особо там ничего и особо то их и не поливают и ничего ребят полностью согласна полностью согласна можно и так ну то есть и годами выращивать все и смотрите какая классная штучка получилась вот он такой какой ты хорошенький смотрите у меня для него есть вот такие два кашпо есть в белом варианте есть в черном можно по настроению менять ну вот допустим беленький да вот так вот крема мальчик хорошо встала вот такой вот симпатяшка у меня получился давно уже хотела это сделать кстати его можно полить сейчас что я и сделаю потому что корневой я не трогала а он у меня прям пересохший сейчас я добавлю чуть-чуть воды в лейку мы с вами все это дело польем а вот так вот ребят я ну там если кому интересно зайдите в телеграм-канал почитайте переписку вот я полностью согласна у кого-то адениумы вообще в огороде растут и цветут и цветут понимаете вот у кого-то они спят всю зиму я вот свои на зимовку не отправляю они у меня круглый год цветут и все растут и цветут и разгоняются так что опять таки делюсь своими результатами то есть люди смотрят на мои адениумы и спрашивают а что и как делать я говорю что и как я делала и вы думаете что я что ли всегда до таких результатов доходила нет мои первые синицы они были задохликами и я так не смогла их потом разогнать потому что изначально не дала им нормальные условия для разгона вот и все так что а взрослые адениумы да действительно они просто радуют тебя стоят в красивых посадках и красиво красиво цветут это пока с малышами ты там бегаешь их там пересаживаешь там их кормишь 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 а потом уже когда у тебя огромный адениум кстати это взрослые адениумы если что это взрослые адениумы поэтому я говорю что я хочу вот такие адениумы себе прям ну еще хотя бы парочку точно нет без фанатизм ребята скажите вот опять сейчас там наберет себе нет буквально парочку и не факт что в этом году может быть в следующем вот как вам вообще вот такой вариант в какой бы вы поставили в белый или в черный я пока оставлю в беленьком вот но для слоника для этого я думаю ну что-нибудь потом с вами все-таки еще и подберем это видео я считаю пора заканчивать но я далеко не прощаюсь надолго так что сегодня у меня посылка я обязательно ее сниму распаковочку до новых встреч и пока-пока пока-пока